Всем привет! Во вселенной SCP хватает и ужасных древних богов, и гигантских чудовищ, и просто разных неуничтожимых существ. Но какой же монстр в мире SCP самый страшный и могущественный? В одном из старых роликов я сказал, что Алый Король. Но Алый Король существует больше как абстрактная сущность и лишь проявляется в мире в виде разных страшных созданий. А нам нужен самостоятельный монстр, могущественный, непонятный и обладающий страшными силами. В этом видео я расскажу об одном из претендентов на звание самого-самого в классе сверхмощных монстров. Это объект SCP-2845. По сюжету объекта 21 декабря 2011 года. На Землю упал метеорит, прилетевший со стороны планеты Сатурн, вскоре недалеко от места падения начинают замечать странного монстра. Издалека его можно спутать с обычным оленем, но если подойти поближе, мы увидим, что у него лицо человека, а между оленями рогами непрерывно летают кольца и металлические сферы. Убить его невозможно, но это не из-за того, что у него прочная шкура или он, к примеру, восстанавливается. Дело в том, что в определенном радиусе вокруг себя, существо обладает абсолютным контролем материи. Он легко может превращать одни вещества в другие, создавать и распылять любые предметы, и само собой для него не составит труда поддерживать целостность своего тела в любой ситуации. Да и вообще его тело, возможно, просто повторяет первое, что существо увидело на Земле. Быть может, в месте падения метеорита бродил олень, и существо просто приняло его форму. Пули и даже целые артиллерийские снаряды, летящие в него, моментально пропадают, не долетая до существа, превращаясь в облачка пыли и газа. Да и насколько ему вообще возможно причинить вред, если он упал на Землю на метеорите, и даже это его не слишком впечатлило? Для человека он, конечно же, опасен прежде всего тем, что может превратить живое человеческое тело во что угодно, хоть в горстку Земли, в каменную статую. При этом атаковать человека олень может не только в том радиусе, где он контролирует материю, но и гораздо дальше. Обычно ему достаточно просто разглядеть жертву. Иногда монстру удается атаковать свою жертву на расстоянии до 10 километров. Олень предпочитает превращать людей в шестиугольные столбы из мозговой ткани, к которым он дистанционно подключается, чтобы обдумывать сложнейшие вопросы, и помнить, и знать всё в этом мире. Так что помимо того, что олень могущественен, он ещё и очень умён. Это существо не вступает в контакт с людьми. Люди интересуют его не больше, чем неживые предметы. Он использует людей лишь как материал, для создания своих мозговых столбов, которыми он думает. Однако фонд SCP нашёл способ, как можно содержать это существо. Ведь олень это одно из древних существ бездны, а как любой приличный древний полубог, он любит страшные ритуалы. Фонд SCP подобрал такой, который делает чудовище спокойным и пассивным. Вот настолько фонд умеет находить подход к монстрам. Сам ритуал похож на Сатурналии. Древнеримский праздник в честь бога Сатурна. Однако если настоящие Сатурналии были весёлым действом с песнями, танцами и различными играми, то в ритуал для успокоения оленя фонд включил человеческие жертвоприношения, поедание ребёнка и кастрацию сотрудника Д-класса, что отсылает к римскому мифу о том, что бог Сатурн ел божественных детей, боясь, что те вырастут и станут сильнее, чем он, за что был кастрирован другим богом Зевсом, которому удалось избежать съедения в детстве. По какой-то причине именно созерцание этого праздника, заканчивающегося воспроизведением сюжета древнего мифа, заставляет оленя сидеть смирно. Видя это непотребство, олень по непонятной причине начинает считать, что ритуал отнимает его силы и не пытается сбежать из специально сооружённой для него базы. Также он просто прекращает использовать свои силы. Да, для содержания SCP-2845 был построен отдельный подземный комплекс под названием Зона 100, при том, что только для правильного проведения ритуала в нём было построено 54 просторных помещения, то есть немаленькое такое сооружение. Я когда читал, всё это задавался вопросом, а откуда фонд вообще берёт тех детей для ритуала? Ведь, помнится, детей ещё используют для содержания SCP-352 Бабы-Яги, которые их также ест. Неужто SCP крадёт детей для этих целей? Оказывается, об этом есть отдельный рассказ под названием «Истории комитета по этике» «Фонд ест детей». Из него следует, что детей для этих всех страшных ритуалов и прочих вещей поставляет сам комитет по этике. Благо, дети не совсем настоящие. Они создаются при помощи аномального явления, которое содержится самим комитетом и не имеет номера SCP. Впрочем, довольно отвратительным образом, который я тут на ютубе не буду описывать. А вообще забавно. Выходит, комитет по этике, будучи частью самого фонда SCP, может тайно от фонда содержать свои собственные аномалии. Не зря ходит такая теория, что на самом деле самый главный в фонде это именно комитет по этике, а не Совет Упять или кто-то ещё. Так или иначе, эти подобные детям существа используются фондом во всех случаях, когда они нужны. А вот сотрудник Д-класса настоящий. Сотруднику Д-класса не повезло. Однако, похоже, олени это не удержало надолго. Ведь в SCP-1936 Дейлпорт, где мрачные культисты провели ритуал вызова сразу всех древних богов, чтобы они там сразились между собой, есть упоминание некоего Тёмного Оленя, который был призван на страшную битву в качестве одного из мелких божеств. В одном из документов культистов написано «Тёмный олень, да Макс, показан в стороне, но всегда изгнанный остальными». Не совсем понятно, тот ли этот самый олень. Напрямую это нигде не говорится. Но если речь именно о нём, то существо бродит где-то в окрестностях проклятого города. Ведь пока другие божества вселенной SCP сражались между собой, он был в стороне. Однако, так ли уж невозможно его содержать? Ведь в девятом приложении к объекту SCP-1730, по сюжету которого в наш мир переместился комплекс SCP из того мира, где фонд уничтожает аномалии, мы узнаём, что по крайней мере в том, в другом мире, находит способ просто держать это существо в запертии. В объекте, к сожалению, нет описания того, как именно он содержится. Написано лишь, что его держат в камере, в которой холодно и постоянно стоит туман. Так что такой способ в принципе найти возможно. И скорее всего это даже гораздо проще, чем строить огромный комплекс для того, чтобы проводить там сложнейший и запутанный ритуал. Да и вообще, кому в голову могла прийти идея подобного действа? В тексте самого объекта есть небольшая подсказка. Для содержания объекта был привлечён специалист со стороны, не являющийся работником фонда. Сотрудники SCP множество раз спрашивали у него, почему ритуал такой сложный и запутанный. На что тот отвечал, что в силу своей природы, древнего божества, олень не принимает решение сам по себе, а действует по вину и стечениям судеб мира. И ритуал составлен таким образом, что болень попросту ничего не делал. Но откуда этот человек знает о поведении древних богов? Это можно понять, если посмотреть на заголовок письма, в котором он это всё объясняет. Оно озаглавлено, как «Башня Кадата, мой дом». И если этот человек действительно живёт в башне Кадата, то всё сразу становится понятно. Потому что Кадат – это город, находящийся в измерении снов, которое описал, конечно же, Говард Лавкрафт. В произведении сомнамбулический поиск неведомого Кадата. Этот город показан как Ониксовый замок, в котором живут многие древние боги. А раз олень сам является древним божеством, то в этом замке определённо знают, что с ним делать. Тут ещё можно проследить интересную связь с Дейлпортом. Ведь божественные жители Кадата знают оленя. Сам олень – полубог, но живёт в нашем мире. А в документах культистов написано, что тёмный олень был изгнан другими богами. То есть, если сложить всё это вместе, выходит, что SCP-2845 – это древнее лавкрафтовское божество, которое некогда почитали как бога Сатурна, и которое было изгнано из города мира снов Кадат в наш мир. Причём выкинули его не абы куда, а прямо около планеты Сатурн. Подтверждение этой мысли можно найти в рассказе, написанном Санни Клокворк, в котором говорится, что среди древних богов бездны был имеющий форму оленью с лицом человека. Согласно этому рассказу, он бежал на планету Сатурн от сражения двух могущественных сущностей, названных в рассказе драконами, боясь того, что те его сожрут. Вроде бы всё отлично сходится. Жаль, всё же нет прямых указаний на то, что тёмная лень из Дейлпорта – это и есть SCP-2845. А нет, есть в рассказе, который гордо называется, не конкурсная работа, но типа хреньфиг про богов, описывается диалог богов бездны, которых призывает в Дейлпорт, и среди них есть олень. Короче, да, теперь это подтверждено. Тёмный олень из SCP-1936 – это тот самый из Сатурна. Выходят древние лавкрафтовские ритуалы, человека из мира снов, оказались не так уж хороши, ибо ныне полубожественный монстр ходит по лесам и горам в окрестностях Дейлпорта и превращает незадачливых путников в шестигранные столбы из плоти. Но и здесь есть своя логика, ведь по сюжету SCP-1936 все эти божества были призваны в Дейлпорт при помощи ритуалов. Как будто этого было мало, так появился ещё Сатурн-Дир, то есть олень Сатурна, который представляет собой явление, заключающееся в том, что в газетах время от времени появляются заметки от имени некого пророка оленя, который, впрочем, сам говорит, что он не является тем самым могущественным оленем, просто их часто путают и занимается больше тем, что троллит всех вокруг. Впрочем, это совсем другой персонаж, что в том числе подтвердил и сам автор. Вообще, на мой взгляд, у авторов SCP получился довольно сильный и страшный монстр, с необычными и интересными способностями, вокруг которого можно придумать просто огромное множество самых разных историй. Всем пока!